Подошел к концу дачный сезон, но это совсем не означает, что теперь можно расслабиться и сидеть сложа руки. Пить чай с вареньем, разглядывать летние фотографии вы будете зимой, а пока нужно к ней готовиться. В саду и огороде в октябре еще много работы. Об этом поговорим с нашей гостьей, но сначала напомним, что мы принимаем ваши дачные вопросы на автоответчик по номеру 479975. А в гостях у нас сегодня Эрика Терехова, дачный эксперт. Доброе утро. Доброе утро. Доброе, доброе, доброе. Так, ну что, начнем, пожалуй, с вопросов. Начнем, начнем, конечно. Давайте первый вопрос. Людмила, скажите, пожалуйста, надо ли перекапывать землю на дачном участке осенью? Если да, то при какой температуре это надо сделать? Спасибо. Вы знаете, никогда, ни при какой температуре, ни весной, ни осенью землю перекапывать нельзя. Землю можно только рыхлить. Когда вы перекапываете землю, вы делаете оборот пласта. У нас кто делает плодородие земли, бактерии? Тут у нас анаэробные там... Ой, вы знаете, после пожара с памятью черта стало, но простите. Здесь, которым кислород нужен, а там, которым кислород не нужен. Поэтому, пожалуйста, не перекапывайте никогда землю. Возьмите вилы, возьмите плоскорез, возьмите вот этот очень прекрасный новый инструмент торнадо. Вы вот так вот землю вспушите, это будет лучше, чем лопатой. Пожалуйста, никогда не перекапывайте землю. Лопата – это первый враг земли. Пожалуйста, никогда не перекапывайте. Ну вот, казалось бы. Еще вопрос. Тамара Григорьевна, скажите, пожалуйста, малину поздно садить или нет? Когда лучше, весной? Осенью. Спасибо. Конечно, малину садить лучше весной. Но сейчас, если вдруг вам удалось приобрести какой-то, ну, очень такой сорт, да, но вы о нем мечтали, и вам сейчас вот его сейчас предлагают. Но ее надо только прикопать. Хотя, вы знаете, еще будут тепленькие ночи, поэтому, может быть, она у вас и сохранится. Но я не рекомендую малину заниматься осенью. Не рекомендую. И идем дальше. Добрый день, Зинаида. Я хотела задать вопрос. У нас, это, на 17-м километре по Владивасскому шоссе саженцы покупаем абрикос 2-3 года, и на слонах образуются язвочки. Что за заболевание? Почему так получается? Вы знаете, что это просто особенность абрикоса. Даже на дичках, вот дички, они же вроде бы, ну, стойкие должны быть, стойкие. На них тоже образуются язвочки, течет камень, ничего страшного. Ну, я обычно что делаю? Зачистила эти места, обработала, ну, чем-нибудь обработала. Медным купоросом, железным купоросом от всяких болячек. А потом, уже когда высохло, только после того, когда высохнет, замазали клеем нашим этим, ну, каким-нибудь, что у вас есть там, замазали и все. Даже глиной, если вы замазали и замотали, это тоже будет хорошо. А можно ничем не замазывать, и оттуда пойдет потом валик от этих вот у нас кончик, которые мы обрезали, пойдет валик, и оно постепенно закроется. Так что не переживайте, это особенность абрикоса. А с нашей погодой это бывает почти ежегодно. Еще есть вопрос у нас о гортензии. Давайте послушаем. Доброе утро, у меня зовут Наталья. Вопрос такой. Разрослась очень гортензия на участке. Можно ли ее подстричь? И когда? На данный момент она еще вся в цвету. Спасибо. Так, подстричь ее сейчас однозначно нельзя. Вот эти метелки у гортензии мы срезаем только весной, потому что если вы сейчас ее срежете, то у вас почечки, которые ниже, которые вам дадут побеги, которые будут на следующий год цвести, они могут подмерзнуть. А вот эта вот метелочка, она предохранит их. А вырезать лишнюю из середины, да, пожалуйста, ради бога, флаг вам в руки. Еще есть вопрос. Здравствуйте, Светлана. Меня интересует такой вопрос. Почему яровой чеснок за сезон не завязывает головку? Спасибо. У вас яровой чеснок не завязывает головки только потому, что он растет не на солнце. Это однозначно. Я в этом году специально это испробовала. Тот чеснок, который рос на солнце, кидал прекрасные головки. А тот, который рос, ну, вроде как, я считаю, солнца должно быть достаточно. А оказалось, нет. И он не завязал головки совсем, только однозубки. И то не из каждой зубочка выросла даже однозубка. Садите его только на солнце. Тогда вы будете с чесноком. Еще вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Я хотела бы спросить, когда можно обрезать виноград и уже признать его? Спасибо. Хоть сейчас, хоть вчера, хоть завтра. Пожалуйста, сейчас как раз время винограда. Только его надо сначала обрезать, потом обязательно подсыпать перегноем, потом его надо уложить. И когда вы весь виноград уложите, его обязательно надо опрыскать железным купоросом. Две столовые ложки на 10 литров воды. Но у кого если все чешется, вот он там, считали, 600 граммов, это страшное дело, потому что почки могут сгореть. Максимум 3 ложки. Потом высушить хорошо листья все убрать из-под винограда. Обязательно, чтобы листьев там не было. Иначе они будут гнить, преть, и это будут лишние грибки. Хоть сейчас, пожалуйста. Это самое время для винограда. Вот фронт работ на ближайшие выходные. Еще вопрос. Здравствуйте, Светлана. У меня в этом году ремонтантная малина плодоносила с двойными ягодами. С чем это связано? Это связано только с погодой. Потому что у меня, вот я смотрю по своей малине, мы вчера ее еще собирали, последнюю, но уже вчера уже вырезала, но собирали еще. Вот тоже на некоторых сортах никогда не было сдвоенных ягод, тоже были сдвоенные ягоды. Так что не волнуйтесь, ничего страшного. Ягодка покрупнее, а нам слопать крупную ягодку, это одно удовольствие. Это правда. Еще вопросы успеваем? Давайте. Здравствуйте. С вопросом Софья Александровна. Почему трескается ствол у абрикоса и оттуда течет жидкость, вроде бы смола? Осажен абрикос весной 2018 года. Как сохранить дерево? Спасибо большое. Это не смола течет, это течет камень, это материал, который вырабатывает абрикос для того, чтобы закрыть эту свою раночку. Это ранка. Но у нас погодные условия такие, что абрикос, конечно, даже дичка, на дичке и то появляются вот эти вот раны, трещины коры, какие-то загнивания, какие-то язвочки. И обработайте это дело. Обработайте его потом после этой обработки. Обрабатывать как? Надо срезать до живой древесины. Потом обязательно обработайте или медным, или железным купоросом. Когда хорошо просохнет, тогда можете замазать. Или садом и варом, или даже той же глиной. А лучше можно даже ничем не замазывать, оно потом постепенно, постепенно и затянется. Так послушайте, капризно у нас погода. Хлопот-то немало нам. Да. Это дожди, да? Вот в этом сезоне было, август у нас был дождливый. Да, потом у нас была очень плохая весна. У нас была очень холодная, долгая весна. Вот. Абрикос, он цветет у нас самый первый. Он до середины мая, он уже цветет. В этом году, конечно, ему тяжело, этому абрикосику. Но ничего, переживет и он, и мы. Да, поэтому в такие времена советы дачных экспертов как никогда, кстати. Спасибо вам большое. На студии Эрика Терехова, дачный эксперт.